В дорожной аварии на подсиненских дачах погибла женщина. Ее сбил легковой автомобиль. И этот факт стал последней каплей в чаше терпения жителей дачного массива. Рассказывает Виктор Лошников. Все произошло в этом месте. На перекрестке улиц Тихая и Жарковая. Примерно в 8 часов вечера Toyota Avensis двигалась со стороны Подсинева по единственной асфальтированной улице. И сбила 54-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении. Светоотражающих элементов на одежде погибшей не было. Уличные фонари не работали. Светлана Добрынина оказалась на месте буквально через несколько минут после аварии. И увидели такую картину, что лежала прямо сбитая насмерть женщина. Как мы поняли, женщина по сумочке. Темно было очень. Стояло две машины. Соседи сегодня весь день обсуждают трагедию. Считают, что она рано или поздно должна была произойти на узкой и неосвещенной, но зато асфальтированной улице. Ни лежачих полицейских, ни освещения, ни знаков о скорости, регулирующих каких-то знаков. То есть ничего нет. Абсолютно. Жилой массив. Он жилой здесь уже давно. Здесь каждый, в принципе, второй дом, прописка. Поэтому ездят все как попало, как хотят. В обстоятельствах этого смертельного ДТП еще предстоит разобраться. Здесь действительно нет ни уличного освещения, ни знаков, ограничивающих скорость. Жители дачного массива уже готовы сами собрать деньги и установить дорожные указатели. Но это запрещено законом. Дачи, городская территория и такие вопросы решаются в администрации города. Поэтому в ГИБДД посоветовали людям обратиться в мэрию. Будет организована выездная комиссия, которая приедет на место и посмотрит обстоятельства. И решит, необходимы ли там дорожные знаки, либо лежачие полицейские, либо дополнительная разметка. После этого будет все это согласовано с госавтоинспекцией. Если все это пройдет удачно, то администрация установит необходимые знаки, разметку, либо лежачие полицейские. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Субтитры создавал DimaTorzok